всем привет и вот закончился октябрь соответственно и закончился челлендж инктобер и у меня по итогу получилось аж 32 изображения 32 потому что в один день я решила сделать две иллюстрации я их всех покажу но сначала я еще раз покажу чем я рисовала этот челлендж и первое конечно же это цветные чернила не заказывала с алиэкспресса их выкраску я делала в первом видео к инктоберу здесь 12 цветов и вот такая вот такое стеклянное перо мне им кстати больше понравилось выполнять челлендж чем другими стандартными дверями она меньше царапает бумагу в основном видео вы увидите именно его также я использовала вот такую перьевую ручку там внутри коричневые чернила уже даже почти закончились надо будет заправлять эта ручка мне тоже очень сильно понравилась так следующая обычная черная тушь от гаммы также я использовала акриловую черную тушь от кухенур это тушь чем мне понравилась так как она акриловая после высыхания ее как она не размывается водой и поэтому это особенно хорошо для тех кто использует лайм изображений перед покраской и последнее чем я пользовалась помимо эластика конечно с карандашом это вот такая вот маскирующая жидкость от эбео надеюсь я правильно читаю она недорогая в принципе со своей функцией справляется только вот наконечник очень сильно царапает бумагу естественно конечно мой блокнот он не предназначен для мокрых красок как акварель потому что чернилами я пользовалась в принципе как акварелью тут также запасной наконечник есть то есть чтобы ей пользоваться надо я прям хорошо его размягчала не знаю тут будет видно или нет он уже у меня махристый на отдельной бумажечке и потом аккуратненько наносила на бумагу дальнейшем я думаю купить такую же маскирующую жидкость язык заплетается но в другом формате не в формате маркера карандаша или как это правильно называется в плане баночки так ну а теперь перейдем к просмотру иллюстрации которые у меня вообще получились за этот месяц такой у меня пухляк стал но это из-за того что я использовала много жидкости при рисовании и так первый день это кристалл кристаллы в пещере переливаются второй рисунок скетч костюм все по классике молодой человек стоит в костюме дальше тема была судна я решила изобразить пиратский корабль почему бы и нет следующий это был узел и я изобразила узел из рукоделия макраме ворон с бусинкой в клюве дух тут я попыталась изобразить дух леса такая нимфа идет фанат ну для меня это слово ассоциируется с фанатом футбола и вот вот так вот я это изобразила как я это понимаю дальше у нас часы изобразила обычные песочные часы без всяких заморочек умыслов давление тут я решила изобразить именно как физическое давление на примере когда мы бьем орехи и слово выбор у меня тут всегда это дилемма что выбрать в данном случае мужчина стоит перед выбором какую бы дверь ему открыть следующее это кислый первое что мне пришло в голову это когда первый раз человек пробует кислое в основном это когда он маленький и естественно вот такая вот реакция практически у всех застрявшие тут я изобразила лошадь которая застряла между деревьями мне кажется это намного интереснее чем если изобразить застрявшую ногу в яме в щели какой-нибудь здесь хоть поинтереснее крыша здесь опять я попыталась изобразить или китайская или японская это крыша если честно в архитектуре не разбираюсь вроде как получилось следующая это галочка ну по изображению это и так видно что это галочка решила сделать как когда мы ставим галочку при выполнении какого-либо пункта из списка дел дальше это идет шлем компас вот такой вот он у меня получился это уже 16 октября середина инктобера столкнуть луна в принципе мне понравилось как оно получилось конечно если бы рисовать акварелью или гуашью совсем по-другому все получилось бы ну и здесь тоже все хорошо петля вот здесь я все думала и думала чтобы изобразить и как ни странно пришла мне ассоциация с вязанием с вязанием на спицах вязанием крючком крючком вот именно вот эта схема мне больше понравилась и я ее решила изобразить дальше была тема у нас росток тут в принципе ничего необычного из темечки прорастает росток размытый тут я попыталась показать человека за стеклом ну вот так вот получилось у меня размытый и вот как раз мы дошли до темы открыть на эту тему у меня две иллюстрации первое это открытие банки второе это уже когда мы пользуемся компьютером мы открываем как минимум хотя бы один раз какую-либо папку в данном случае при помощи контекстного меню мы открываем новую папку следующая тема это утечка то есть здесь мы видим неисправный кран который завязан узлом и даже это не помогает от утечки воды следующая тема это потухший здесь и так все ясно потухла свеча и порывом ветра раздувается дым от фитиля тема шлепок тут я долго думала чтобы изобразить и вот решила изобразить когда рождается ребенок его принимает акушерка и как я понимаю практически всегда наверное делают шлепок по попе чтобы ребенок заплакал я не знаю правда это или не правда если кто знает пишите в комментариях следующая тема это подключить здесь все просто я изобразила как мы подключаем какое-либо устройство через usb порт к компьютеру тема искра тут я решила изобразить бенгальский огонь как раз таки здесь я использовала маскирующую жидкость и вот что касается как раз таки наконечника неудобного если бы я могла использовать допустим кисточку или другой какой-то инструмент ну вот эти вот искры можно было бы сделать аккуратнее ну хотя бы как вот здесь и тем не менее мне кажется хорошо получилось тема хрустящий честно вот первая ассоциация у меня пришла это хрустящие чипсы и вот их я и нарисовала только почему-то написала в ломтиках заплатка тема в моем понимании заплатка это это бот и предпоследняя тема это скользить скольжение на коньках по льду все как-то стандартно и банально и последнее видео вернее последнее изображение я уже заговариваюсь последняя тема инктобера это риск как раз таки сегодня вот я это закончила как я уже говорила я хотела изобразить сначала игральный стол но это все таки пропаганда азартных игр поэтому я решила сделать ассоциацию с риском для здоровья в спорте а именно синхронные прыжки с вышки одно неверное движение и это аукнется на всю жизнь в общем вот итоги моего инктобера 2021 года если вы не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить новое видео моего канала всем спасибо всем пока